В этом году вступил в силу закон о том, что вся продаваемая пиротехническая продукция в Эстонии обязана носить маркировку общеевропейского стандарта безопасности. Этот стандарт регламентирует длину бигфордового шнура и способ его зажигания, а также вес пиротехнического вещества. И хотя все специализированные магазины следуют букве этого закона, нередко можно увидеть в руках мальчишек, да и взрослых любителей подобных эффектов упаковки контрафактного товара, за использование которого предусмотрен денежный штраф. Кроме того, многие забывают, что до 31 декабря использование пиротехники запрещено в период с 22 часов до 6 утра. Издавая много шума и световых эффектов, она влияет на психику и нервную систему не только людей, особенно пожилых, но и животных. Все-таки очень хочется сказать людям, что просто пока еще очень рано пользоваться такой эффектной пиротехническими всякими этими устройствами. Желательно дождаться новогодней ночи, тогда запрещения сняты и, пожалуйста, можно действительно вдоволь все это использовать. Начиная с 12 и до 18 лет, дети имеют право приобретать только самые простейшие виды хлопушек. Более сложные устройства продаются лишь тем, кто достиг 18-летнего возраста. Здесь просто необходимо помнить, что пользоваться пиротехникой можно только, предварительно ознакомившись с инструкцией, в которой уделяется особое внимание мерам безопасности. Как правило, пиротехника предназначена для одноразового использования и ни в коем случае не по соседству с огнеопасными предметами. Нередкие случаи, когда непрофессионалы устанавливают пиротехнику как попало, не осознавая, что она при взрыве может перевернуться и огни полетят не в воздух, а в зрителей. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать как можно более устойчивые изделия. Допустим, бывают более сложные такие устройства, где комплекс каких-то пиротехнических устройств, они бывают по инерции, срабатывают один за другим. Это очень серьезные и бывает так, что по какой-то причине что-то не сработало. Поэтому в данном случае обращаем внимание, чтобы ни в коем случае люди не бежали сразу посмотреть, в чем дело. А вы ждали какое-то время и тогда можно, допустим, подойти. Пиротехнику, срок хранения которой уже вышел, на утилизацию принимают специализированные магазины. И последнее, но не менее важное. Насладившись фейерверком, необходимо позаботиться и об уборке мусора, который, в отличие от цветового шоу, особой радости окружающим не приносит.